Всем привет! Вот жил я и поживал, и даже не догадывался о том, что в 1850 году, внимание, в Австро-Венгрии была образована Карлом Юнгом фирма по изготовлению струн для самых разных струнных инструментов. Практически через 100 лет, в 1948 году, эта компания из Австро-Венгрии переехала в Германию, а в 1983 году она переименовалась в компанию Пирамид. И по сей день, эта компания изготавливает высококачественные струны для самых разных струнных инструментов. Но меня в данном случае интересует гитара. Ассортимент у этой компании просто огромнейший, самых разных струн. Эта компания, она не увлекается нанотехнологиями, покрытием струн определенной пленкой. Ну, к примеру, как это есть у струн Эликсир и у других компаний. Они делают более, так скажем, консервативный продукт, но делают его очень хорошо. Высококлассно, высококачественно. И благодаря грамотной политике, грамотной маркетинговой политике, в то время, когда компания переехала в Германию, вот благодаря грамотному маркетингу, им удалось достичь большого успеха коммерческого. И струны продавались уже более чем в 100 странах. Вот у меня здесь есть струны пирамид для классической гитары. Также есть струны для акустической гитары. В данное время они стоят на моем батон-руш, эти струны. И на них я уже записывал кавер на Майкла Уолфилда. Давайте посмотрим, послушаем кусочек звука без всяких обработок. Майкла Уолфилда Теперь скажу пару слов про мои впечатления, вот конкретно об этих струнах. Бывают струны-басы, когда у них свежая обмотка, басы, они дают высокочастотную составляющую. Иногда эта высокочастотная составляющая у хороших струн, она большая. У самых каких-то дешевых плохих струн басы могут быть сразу глухие, без высоких частот. У струн пирамид, как у хороших струн, конечно же, эти высокие частоты есть, но они, на мой слух, они слегка, так прям слегка-слегка приглушены, они слегка матовые. Это неплохо и нехорошо, это кому как нравится, кому как ближе уху. Не исключаю, что вполне вероятно эти струны ведут так себя именно с моей гитарой. Может быть, поставь их на другую гитару, вот этих высоких обертонов будет больше. Но, вот, по крайней мере, я услышал такую особенность. И вторая особенность, как я уже упомянул, струны эти, они не покрываются какой-то нанотехнологической пленкой для долгой жизни, но при этом они не умирают слишком быстро. Живут, ну, в принципе, достаточно долго, продолжают хорошо играть, несмотря на то, что басы чуть-чуть, конечно же, теряют высокие частоты, ну, как это обычно бывает со всеми струнами, но не теряют их в ноль, не превращаются в канаты, в глухие веревки, то есть, вполне, в принципе, долго играют и хорошо играют. Если вы хотите приобрести эти струны, у нас есть магазин, струнокс.ру, интернет-магазин, ссылка на экране, также ссылка в описании есть. Эта компания доставляет струны во все страны СНГ, поэтому, если хотите их опробовать, то можете заказать у этой компании. Ну, а сейчас давайте еще послушаем пару фрагментов звучания этих струн без какой-либо обработки. Честный звук на честный конденсаторный микрофон. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...